ассаляму алейкум здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас очередной урок по курану сегодня мы с вами продолжим изучение суры аль-бакара и сегодня мы с вами иншаллах пройдем с 38 по 42 аят включительно как всегда каждый аят буду читать объяснять какие правила содержатся в каждом из этих аятов потом эти аяты по три раза прочитаю иншаллах и в самом конце один раз вот с 38 по 42 аят прочитаю иншаллах и прежде чем начать урок хотел бы попросить вас поставить лайк под этим видео заранее всем спасибо ауузу биллэхи мина шайтонир рожьим бисмиллэхи ррахмани ррахим 38 аят вот здесь остановка есть я остановлюсь иншаллах а потом продолжу кул нахбитую минха جамия 39 фа-иммаый актиян якоманный кум ми н-ни я утда под боrollую 29 фа-яма яв天 дьяв 통 camera знаю как по нож pallis и в нем все пиле 30 фа-ям за перед а interests ха-ям я хочу выта устроитьfigуря Аят начинается на букву КАФ, твердая с даммой. Получается КУ. Далее сайт буква ЛАМ с СУКУНАМ. Букву ЛАМ произносим мягко, то есть КУЛЬ. Но когда букву ЛАМ с СУКУНАМ произносим, язык тут же не надо убирать, чтобы не было КУЛЬНА. Не КУЛЬНА, а надо КУЛЬНА. Теперь здесь буква НУН с ФАТХАЙ. Если бы мы не перешли к следующему слову, ФАТХУ надо было бы тянуть два раза за счет АЛИФа без огласовок и было бы МАТТОБИИ. То есть надо было бы читать КУЛЬНА. Но так как мы переходим к следующему слову, соответственно ФАТХУ здесь не тянем, здесь никакого МАТДа не будет. И надо читать КУЛЬНА. Теперь при переходе минуем АЛИФ. АЛИФ не надо читать, сверху подсказка есть. Далее сайт буква ХААНАМ МЯХКАЙ на выдохе произносится. Получается КУЛЬНА. Далее сайт буква БАА с КАСРАЙ. КУЛЬНА. БИ. Далее сайт буква ТО. Твердая с ДАММА. И ДАММУ тянем два раза за счет буквы ВАУ без огласовок. Это МАТТОБИИ. На АЛИФ не обращаем внимания. Когда над АЛИФом стоит такой значок, обратите внимание на то, что в данном случае АЛИФ не произносится, не читается. Это не СУКУН. СУКУН он оставится вот таким образом. Еще раз говорю, если вы увидели над буквой АЛИФ вот такой значок, на АЛИФ не надо обращать внимания. В данный момент АЛИФ, буква АЛИФ, она нужна для правописания, на произношение, на чтение, никакого влияния не оказывает. Соответственно, читаем следующим образом. КУЛЬ НАХ БИТУ. КУЛЬ НАХ БИТУ. КУЛЬ НАХ БИТУ МИНХА. Теперь здесь буква МИМ с КАСРАЙ. Далее сайт буква НУН с СУКУНом. Наличие СУКУНа над буквой НУН говорит о том, что букву НУН произносим четко. Смотрим на следующую букву. Это буква ХА. Здесь правило ИЗХАР. Получается МИНХА. МИНХА. Далее сайт буква ХА, она мягко и на выдохе произносится. ФАТХУ тянем два раза за счет АЛИФа без огласовок. Это МАТТОБИИ. И получается МИНХА. МИНХА. Далее сайт буква ДжИМ с ФАТХАЙ. ДжА. Далее сайт буква МИМ с КАСРАЙ. КАСРУ тянем два раза за счет буквы Я. Без огласовок это МАТТОБИИ. И получается ДжАМИИ. ДжАМИИ. Далее сайт буква АИН. Гартанная с ТАНВИНом ФАТХА. То есть ДжАМИИАН по идее. Но при остановке звук Н исчезает. ФАТХА остается. Эту ФАТХУ тянем два раза за счет АЛИФа. Без огласовок будет МАТТОБИИ. То есть ДжАМИИА. И эту же ФАТХУ произносим как гортанный звук АА. И в то же время тянем два раза, как я уже сказал. ДжАМИИА. Получается здесь в одном слове, если мы остановимся, будет два МАТТОБИИ. Вот здесь ДжАМИИ первой. И в случае остановки ФАТХУ, как я уже сказал, тоже тянем. ДжАМИИИА. Но если вы решили не останавливаться, а продолжить, а вы имеете право не останавливаться и продолжить, тогда ТАНВИН ФАТХУ, как мы видим, ТАНВИН ФАТХА у него края неровные. ТАНВИН ФАТХУ надо произносить скрыто, удерживая через нос, так как смотрим на следующую букву, это буква ФА, это правило ИХФА. Соответственно, если вы решили не останавливаться, а продолжить, тогда читайте следующим образом. ДжАМИИАН ФАИММА. Вот так. Но для нас, для новичков, лучше останавливаться. Далее сайт-буква ФАТХА. Далее сайт-буква АЛИФС, ХАМЗАЙ и КАСРАЙ. КАСРУ произносим как мягкий звук И. ФАИ. Далее сайт-буква МИМ, она удваивается, удваивается, ее надо читать удерживая. ФАТХУ тянем два раза за счет АЛИФС без огласовок, это будет МАТТОБИИ. И получается ФАИММА. ФАИММА. Далее сайт-буква Я с ФАТХАЙ. Далее сайт-буква АЛИФС, ХАМЗАЙ и СУКУНОМ. Здесь получается такой звук. Я-Э. Я-Э. Э-Э. Вот такой. Я-Э. Как будто звук, когда вот ИКАЕшь, вот такой звук выходит. Я-Э. Здесь некоторые ошибаются и произносят как ЯК или ЯК. И то, и другое это неправильно. Должно быть Я-Э. Я-Э. Как будто твердый знак стоит. Я-ТИ-Я-Н-А-КУМ. Далее сайт-буква ТА с КАСРАЙ. Я-ТИ. Далее сайт-буква Я с ФАТХАЙ. Я-ТИ-Я. Далее сайт-буква НУН, она удваивается, ее надо читать удерживая. Я-ТИ-Я-Н-А. Я-ТИ-Я-Н-А. Далее сайт-буква КАФСДАММАЙ. Я-ТИ-Я-Н-А-КУ. Далее сайт-буква МИМ, над буквой МИМ, под буквой МИМ, никакой огласовки нет. Это говорит о том, что букву МИМ не надо читать ясно и прерывисто. То есть не надо читать Я-ТИ-Я-Н-А-КУМ, а потом МИН-И. Это ошибка. Здесь встретились две буквы МИМ. Первая из них с СУКУНом, вторая из них с огласовкой. В данный момент с огласовкой КАССРА. Это правило ИДГАМ МИТЛАИН. В таком случае, когда встречаются две буквы МИМ, первая из них должна быть СУКУНом, а вторая с любой огласовкой может идти, в таком случае две буквы МИМ, они сливаются. Соответственно, вот здесь, как бы над второй буквой МИМ поставили ТАШДИТ. Это означает, что после КАФ, как будто произносим вот эту букву МИМ, она удваивается за счет того, что эта буква МИМ сливается с ней, и ее надо произносить удерживая. Получается Теперь после удвоенной буквы МИМ стоит удвоенная буква НУН, ее надо также читать удерживая, плюс КАСРУТЯНИМ два раза за счет буквы Я без огласовок, это будет МАТОБИИ. И получается ЯТИЯННАКУМИННИ. Далее стоит буква ХА, она мягкой на выдохе произносится с ДАММАЙ, получается ХУ, ХУ. Далее стоит буква ДАЛЬС ТАНВИНАМ ФАТХА, ХУ ДАН. Здесь вот на АЛИФ МАКСУРУ не обращаем внимания. Вот это называется АЛИФ МАКСУРА, когда буква Я, условно говоря, стоит без двух точек, а перед ней ФАТХА, без разницы, просто ФАТХА или ТАНВИН ФАТХА, то есть А или Ан. В таком случае это называется АЛИФ МАКСУРА. В данном случае на АЛИФ МАКСУРУ не обращаем внимания. Здесь смотрим, края ТАНВИНа неровные, поэтому не может быть ХУ ДАН. Смотрим на следующую букву. Теперь следующая буква после ТАНВИНа ФАТХИ – это ФА. АЛИФ МАКСУРА не берется в расчет, потому что АЛИФ МАКСУРА не произносится. Соответственно, здесь следующая буква – это буква ФА. Это правило ИХФА, как вот в этом случае у нас было, если бы мы не останавливались, я вам сказал. Здесь, соответственно, ТАНВИН ФАТХУ произносим скрыто, удерживая через нос, то есть вот так. ХУ ДАНГ ФА МАКСУРА, ХУ ДАНГ ФА МАКСУРА, Далее стоит буква ФА с ФАТХАЙ ФА, Далее стоит буква МИМ с ФАТХАЙ ФА МА, Далее стоит буква НУН, и здесь должен быть СУКУН, но СУКУН убрали, тем самым дают подсказку, что букву НУН не надо произносить четко, то есть здесь не может быть ФА МАН. Смотрим на следующую букву, это буква ТА, это правило ИХФА, то есть букву НУН надо произносить скрыто, удерживая через нос, то есть вот так. Здесь буква ТА, она мягкая с ФАТХАЙ, Далее стоит буква БА с КАСРАЙ, Далее стоит буква АИН, гортанная с ФАТХАЙ, здесь ФАТХУ произносим как гортанный звук А, и эту же ФАТХУ не тянем, соответственно, ТАБИА ХУДАЯ, ТАБИА ХУДАЯ, Далее стоит буква ХАА, она мягкая на выдохе произносится с ДАММАЙ, ХУ, Далее стоит буква ДАЛ с ФАТХАЙ, ФАТХУ тянем два раза за счет АЛИФА без огласовки, это МАТ ТАБИИ, получается ХУДА, Далее стоит буква Я с ФАТХАЙ, ФАТХУ произносим, но не тянем, и идем дальше, то есть ХУДАЯ ФАЛА, ХУДАЯ ФАЛА, Далее стоит буква ФА с ФАТХАЙ, ФА, Далее стоит буква ЛАМ с ФАТХАЙ, ФАТХА приобретает оттенок Я, плюс ФАТХУ тянем два раза за счет АЛИФА без огласовки, это МАТ ТАБИИ, и получается ФАЛА, ФАЛА, Далее стоит буква ХА, она хриплая, она твердая, ФАТХА приобретает оттенок О, получается ХА, ХА, Далее стоит буква ВАУ, она с СУКУНОМ, получается ХАУ, ХАУ, Далее стоит буква ФА с Танвином Дамма, то есть УН. Здесь Танвин Дамма стоит в классическом виде. Классический вид Танвина Даммы вот именно такой. То есть одна Дамма когда смотрит вниз, а другая Дамма смотрит вверх. Когда вы увидели классический вид Танвина Даммы, то есть УН, смело можете произносить четко. Здесь смотрим на следующую букву, это буква АЙН, здесь правило ИЗГАР. Соответственно надо читать ФАЛАХАУФУН АЛАЙХИМ, ФАЛАХАУФУН АЛАЙХИМ, вот так. Здесь буква АЙН, она гортанная с ФАТХАЙ, ФАТХУ произносим как гортанный звук А, А. Далее стоит буква ЛАМ с ФАТХАЙ, ФАТХА приобретает оттенок Я, то есть АЛА, АЛА. Далее стоит буква Я с СУКУНАМ, АЛАЙХИ, Далее стоит буква ХА, она мягкая на выдохе произносится с КАСРАЙ, АЛАЙХИ. Далее стоит буква МИМ с СУКУНАМ, наличие СУКУНАМ над буквой МИМ говорит о том, что букву МИМ надо произносить четко. Смотрим на следующую букву, это буква ВАУ, здесь правило ИЗГАР, ШАФАУЙА. Соответственно надо читать АЛАЙХИМ, ВАЛА. Далее стоит буква ВАУ с ФАТХАЙ, ВА, Далее стоит буква ЛАМ с ФАТХАЙ, ФАТХА приобретает оттенок Я. Плюс ФАТХУ тянем два раза за счет АЛИФА без огласовок, это МАТТОБИИ, и получается ВАЛА, ЛА. Далее стоит буква ХА, она мягкая на выдохе произносится с ДАММАЙ, ХУ. Далее стоит буква МИМ с СУКУНАМ, опять же, как вот в этом случае, здесь правило ИЗГАР, ШАФАУЙА, то есть ВАЛАХУМ. Букву МИМ произносим четко, так как следующая буква это буква Я, это правило ИЗГАР, ШАФАУЙА. ВАЛАХУМ ЯХЗАНУН. Теперь здесь две точки относятся сюда, это буква Я, эта ФАТХА тоже относится к букве Я, то есть Я, а вот эта часть, это буква ХА, ГАРТАННОЯ, СУКУНАМ. ЯХ, ЯХ, дали стоит буква ЗА, она мягкая с ФАТХАЙ, ЯХЗА, дали стоит буква НУНС, ДАММАЙ, и в случае остановки в конце аята, ДАММУ мы имеем право тянуть четыре раза, будет МАДАРИД. То есть ЯХЗАНУН, вот так. Но если вы решили не останавливаться в конце аята, тогда вы должны ДАММУ произносить только два раза, за счет буквы ВАУБИЗА ГЛОСОВУК, БУДИНМАТТОБИИ. Тут буквы НУНС, ФАТХАЙ произносите, ФАТХУ НЕ тянете, и идете дальше. То есть ЯХЗАНУНА ВАЛЛАЗИНА КАФАРУ, и так далее. Но лучше останавливаться. Теперь следующий аят 39. Здесь, вот здесь тоже есть остановка, я иншала остановлюсь, а потом продолжу. АТХАКАВАЛЛАЗИНА КАФАРУ ВАКТЭБУ БИ АЯТИНА, ОЛАЭК ЭАСХАБУ ВАКТЭБУ БИ АЯТИНА, ОЛАЭК КАСХАБУ Н Может быть у веиху, Аят начинается на букву Ва с Фатхой. Теперь при переходе минуем олив, олив не надо читать сверху, подсказка есть. Здесь буква Лам удваивается, Фатха приобретает оттенок Я, получается ВАЛЛА, ВАЛЛА. Далее стоит буква ЗАЛ, она межзубная, ее надо правильно произносить. Касру тянем два раза за счет буквы Я без огласовки, это МАТТОБИИ, и получается ВАЛЛА. Далее стоит буква НУН, Фатхой, фатху НИЯ, тянем идиом дальше. ВАЛЛЛАЗИНА КФЕРУ, ВАЛЛЛАЗИНА КФЕРУ, Далее стоит буква КФА, она межзубная, Фатха приобретает оттенок Я, то есть КА, КА. Далее стоит буква ФА, Фатхой, КАФА. Далее стоит буква РА, Дамма, Буква РА, произносится твердо, Дамма, тянем два раза. За счет буки «вау» без огласовки, это ма-тоби-и. На олив не обращаем внимания, как вот в этом случае я говорил. И получается «кафару». Здесь «даму» тянем два раза, как я уже сказал, это ма-тоби-и. Получается «вал-лэ-зи-на-кафару-ва-кэ-дзэ-бу». Далее следует бука «вау» с фатхой. «Ва». Далее следует бука «каф» она мягкая с фатхой. Фатха приобретает легкий оттенок «я», то есть «ка-ка». Далее следует бука «зал» она межзубная, ее надо правильно произносить. Она же удваивается, получается «ва-кэ-дзэ-кэ-дзэ». Далее следует бука «ба» с «дамой». «Даму» тянем два раза, за счет буки «вау» без огласовки, это ма-тоби-и. На олив не обращаем внимания, получается «ва-кэ-дзэ-бу-би-а-я-ти-на». Далее следует бука «ба» с «ка-срой-би». Далее следует «хамза» и «фатха». Здесь «фатху» тянем два раза за счет «алифа» без огласовки, это ма-тоби-и. Получается «би-а-а-а-туби-а-» Фатху произносим как мягкий язык «а». «Би-а-а-а-э». Далее следует бука «я» с «фатха». «Фатху» тянем два раза за счет подсказки прямой палочки, это ма-тоби-и. Получается «би-а-я-». Тут два мадда таби'и. Би-а-а, первый мад таби'и, я-а-а, второй мад таби'и. Далее следует буква та с касрой, би-а-я-ти. Далее следует буква нун с фатхой. Теперь вот волныстый знак над алифом говорит о том, что фатху желательно тянуть дольше обычного. Обычно, если вот мы в обоих случаях вот здесь по два раза тянули, здесь желательно тянуть шесть раз. Так как слово би-а-я-тина заканчивается на алиф без огласовки, а слово у-ля-ика начинается на алиф с хамзой. Это мад мун фасиль. Поэтому эту фатху, которая над буквой нун, желательно тянуть шесть раз, если у вас дыхания хватает. Поэтому, если у вас дыхания хватает, желательно тянуть шесть раз и прочитать следующим образом. Би-а-я-ти-на-а у-ля-ика. Но если у вас дыхания не хватает фатху, вы имеете право тянуть два раза и прочитать бия-я-ти-на-у-ла-и-ка. И так и так правильно. Теперь дали сеть буквы Алиф с Хамзой и Дамой. Даму произносим как мягкий язык У. Теперь вот стоит буква УАУ и над буквой УАУ стоит такой же знак, как вот в этом случае над буквой Алиф. Опять же здесь буква УАУ, она нужна для правописания. Но на звук, на произношение никакого влияния не оказывает. То есть я хочу сказать, что не будь этого значка над буквой УАУ, мы должны были бы Даму тянуть два раза за счет буквы УАУ. Вот например здесь, мы эту Даму, которая над буквой БА, тянем два раза за счет буквы УАУ без огласовок, которая стоит вот здесь. Здесь, так как над буквой УАУ поставили такой значок, это говорит о том, что буква УАУ, она нужна только для правописания. То есть в этом случае за счет буквы УАУ Даму не надо тянуть. Не надо читать У-Ля-ика. Это ошибка. Даму произносим, не тянем и сразу же переходим к букве Лям. То есть У-Ля-ика. У-Ля-ика. Далее стоит буква Лям с Фатхой. Фатху тянем четыре раза. Вот прямая палочка, это говорит о том, что здесь должна быть буква Алиф. Вот волнистый знак над условной буквой Алиф стоит. Волнистый знак говорит о том, что Фатху надо тянуть дольше обученного. Обычно если мы тянем два раза, тут надо тянуть четыре раза. Так как, как я уже сказал, вот здесь условно есть буква Алиф, и после этой буквы Алиф стоит Хамза. То есть в одном слове стоит буква Алиф без огласовки, и Хамза это Мадмут Тасиль. Поэтому Фатху, еще раз повторюсь, тянем четыре раза и читаем следующим образом. У-Ля-ика. Далее стоит Хамза и Касара. Там, где мы видим Хамзу, надо произносить просто огласовку. Здесь произносим как мягкий язык И. У-Ля-ика. Далее стоит буква Каф, она мягкая с Фатхой. Фатха приобретает легкий оттенок Я. Фатху не тянем. И идем дальше. У-Ля-ика-ас-ха-бун-на-ру. Здесь буква Алиф с Хамзой и Фатхой. Фатху произносим как мягкий язык А. Далее стоит буква Сад, она твердая с суконом. Получается АС. АС. Далее стоит буква Ха, она гортанная с Фатхой. Фатху тянем два раза за счет подсказки прямой палочки. Это матоби'и. Получается АС-ХА. Далее стоит буква БАС-ДАММАЙ. АС-ХА-БУ. И теперь при переходе минуем Алиф. Алиф не надо читать. Сверху подсказка есть. ЛАМ тоже не читается. Это говорит о том, что следующая буква, в данный момент буква НУН, она солнечная буква. Теперь за счет того, что мы букву ЛАМ не произнесли, буква НУН удваивается. Ее надо читать удерживая. Плюс Фатху тянем. Вот если мы остановились здесь, Фатху мы имеем право тянуть четыре раза, будет МАДАРИМ. То есть АС-ХА-БУ-Н-Н-А-Р. И при остановке буква РА у него КАСРА исчезает, появляется СУКУН. И учитывая то, что буква РА СУКУНом опереденной Фатха, буква РА произносится твердо. То есть АС-ХА-БУ-Н-Н-А-Р. Но если вы решили не останавливаться здесь, а вы имеете право не останавливаться, тогда вы Фатху тянете только два раза за счет АЛИФа без огласовок. Тут буква РА произносите мягко, так как здесь КАСРУ надо произносить. КАСРУ не надо тянуть и идти дальше. То есть АС-ХА-БУ-Н-Н-А-РИ-ХУМ-ФИ-ХА и так далее. Но лучше останавливаться, тем более нам, новичкам. Далее стоит буква ХА, она мягко на выдохе произносится с ДАММАЙ-ХУ. Далее стоит буква МИМ-СУКУНа. Наличие СУКУНа над буквой МИМ говорит о том, что букву МИМ надо произносить четко. Смотрим на следующую букву, это буква ФА, это правило из ГАР-ША-ФА-У-Я. Соответственно, читаем ХУМ-ФИ-ХА. Далее стоит буква ФА с КАСРУ, и КАСРУ тянем два раза за счет буквы Я без огласовок. Это МАТ-ТО-БИ-И, получается ФИ-И. Далее стоит буква ХА, она мягко на выдохе произносится. ФАТ-ХУ тянем два раза за счет АЛИФа без огласовок. Это МАТ-ТО-БИ-И, получается ФИ-ХА-ФИ-ХА. Далее стоит буква ХА, она хриплая. ФАТ-ХА приобретает оттенок О. Плюс ФАТ-ХУ тянем два раза за счет подсказки прямой палочки. Это МАТ-ТО-БИ-И, получается ХА-ХА-ЛИ. Далее стоит буква ЛАМ с КАСРУЙ. И в случае остановки в конце аята, ДАМУ мы имеем право тянуть четыре раза, Будем МАТ-А-РИД. И получается ХА-ЛИ-ДУ-УН. Но если вы решили не останавливаться в конце аята, Тогда вы ДАМУ тянете только два раза за счет буквы Я без огласовок. Это МАТ-ТО-БИ-И. Тут БУКУ НУН с ФАТ-ХА произносите. ФАТ-ХУ не тянете, и идете дальше. То есть ХА-ЛИ-ДУ-НА-Я-БА-НИ-С-РО-ИЛА и так далее. Но лучше останавливаться. Теперь сороковой аят. Сороковой аят, в принципе, он длинный аят. Плюс предупрежаю, что тут очень много МАТ-ДА. Поэтому прежде чем прочитать, Чтобы на одном дыхании прочитать, Надо по максимуму набирать воздуха, Чтобы нам хватило воздуха до конца аята. И прежде чем начать аят, Я хочу сказать, что некоторые у меня просят, Чтобы я не на одном дыхании читал, А, так сказать, делал вынужденные паузы. Я, конечно, это могу сделать, Но лучше я всегда буду читать вот такие аяты на одном дыхании, Чтобы, грубо говоря, побуждать вас также к тому, Чтобы вы, так сказать, на одном дыхании читали вот такие длинные аяты. Субтитры сделал DimaTorzok Аят начинается на букву Я с Фатхой. Фатху тянем два раза за счет подсказки прямой палочки. Это МАТ-ТОБИИ. И получается Я. Далее стоит буква БА с Фатхой. Я БА. Далее стоит буква НУН с КАСРой. КАСРу тянем шесть раз. Желательно. Так как слово БАНИИ, вот Я БАНИИ, заканчивается на букву Я без огласовок, А слово ИСРОИЛЯ начинается на букву АЛИФ с КАСРой, с ХАМЗой точнее. Это МАТМУНФАСЫЛ. Поэтому, как я уже сказал, желательно, если дыхания хватает, КАСРу тянуть шесть раз и читать Я БАНИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ И так, и так, правильно. Далее стоит буква Алиф с Хамзой и Касрой. Касрой произносим как махезук И. Далее стоит буква Син Сукунам. Ис. Далее стоит буква Ра с Фатхой. Буква Ра произносится твердо. Фатха приобретает оттенок О. Плюс Фатху тянем четыре раза. Так как в одном слове, в слове Исраил, вот прямая палочка, это говорит о том, что здесь должна быть буква Алиф. И образ, грубо говоря, после буквы Алиф стоит Хамза. Это Мадмуттасил. Поэтому Фатху, как я уже сказал, тянем четыре раза и читаем следующим образом. Ис. Ро. И. Далее стоит Хамза. Там, где мы видим Хамзу, произносим огласовку. Здесь Касру произносим как мягкий язык И. И эту же Касру тянем два раза за шутбукой Я без огласовки. И получается Ис. Ро. И. Лад. Куру. Далее следует буква Ламс Фатха. И Фатха приобретает оттенок Я. Теперь после буквы Ламс Фатха. И надо перейти к следующему слову. При переходе Минуем Алиф. Алиф не надо читать сверху, подсказка есть. Здесь буква Дал, она межзубная. Ее надо правильно произносить. Получается ИС-Ро-И-ЛАЗ-КУ-РУ. ИС-Ро-И-ЛАЗ-КУ-РУ. Далее следует буква Каф, она мягкая с даммой. Ку. Далее следует буква Ра с даммой. Буква Ра произносится твердо. Даму тянем два раза за шутбукой Я. Без огласовки. На Алиф не обращаем внимания. Получается ИС-Ро-И-ЛАЗ-КУ-РУ-НИ-МАТИ-ЯЛЛАТИ. Далее следует буква НУН с касрой НИ. Далее следует буква Айн гортанная с укуном. Получается НИ-Р. НИ-Р. Далее следует буква МИМ с фатхой НИ-МА. Далее следует буква ТАМЯХ с касрой НИ-МАТИ. Далее следует буква Я с фатхой НИ-МАТИ-ЯЛЛАТИ. Теперь при переходе минуем, алиф, алиф не надо читать, сверху подсказка есть. Буква лам удваивается, фатха приобретает оттенок я, получается ниаматия ла. Далее стоит буква та, она мягкая, с касрой, касру тянем, как вот в этом случае, 6 раз, если у нас дыхания хватает, и читаем ниаматия лати анамту. Теперь хочу очень важную вещь сказать. Если вы в первом случае, вот здесь мадмун фасиль, здесь хочу сказать, что здесь раз мадмун фасиль, два, и вперед забегая, хочу сказать, вот еще здесь будет. В одном аяте три мадмун фасиль. Когда в одном аяте встречаются два и более мадмун фасиль, надо соблюдать следующее правило. Если вы в первом случае протянули, вот здесь условно говоря, касру вы протянули 6 раз, в остальных случаях тоже надо тянуть 6 раз. Если вы в первом случае протянули 2 раза, в остальных случаях тоже надо 2 раза протянуть. Поэтому здесь, вот в первом случае я 6 раз протянул, здесь тоже я 6 раз протянул. Теперь далее следующее букву Алиф с Хамзой и Фатхой. И Фатху произносим как мягкий язык А. Далее следующее букву Нун с Сукуном. Наличие Сукуна над буквой Нун говорит о том, что букву Нун надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это буква Айн, это правило Изхар. Надо читать Ан-Ам-Ту. Далее следующее букву Айн, гортанная с Фатхой. И Фатху произносим как гортанный язык А. Получается Ан-А. Здесь надо быть осторожным. В том смысле, что букву Нун, когда с Сукуном некоторые произносят, язык тут же убирают. И получается Ан-Ам-Ту. Не Ан-Ам-Ту, а надо Ан-Ам-Ту. Ан-Ам-Ту. Теперь Ан-А. Далее следующее букву Мим с Сукуном. Наличие Сукуна над буквой Мим говорит о том, что букву Мим надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это буква Та. Это правило Изхар Шафауя. Получается Ан-Ам-Ту. Далее следующее букву Та. Она мягкая с Дамой. Даму не тянем. И идем дальше. Ан-Ам-Ту-А-ЛАЙ-КУМ. Далее следующее букву Айн Гартанай с Фатхой. Фатху произносим как Гартан язык А. А. Далее следующее букву Лам с Фатхой. Фатха приобретает оттенок Я. То есть АЛА. Далее следующее букву Я с Сукуном. АЛАЙ. Далее следующее букву Кафмяхе с Дамой. АЛАЙ-КУ. Далее следующее букву Мим с Сукуном. Наличие Сукуна над буквой Мим говорит о том, что букву Мим надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это буква Вау, это правило изгаршавауя. Получается, алейкум, ва, ау, фу. Далее стоит буква Вау с фатхой, ва. Далее стоит буква Алиф с хамзой и фатхой. Фатху произносим как мягкий звук А. Далее стоит буква Вау с сукуном, ау, ау. Далее стоит буква Фа с дамой. Даму тянем два раза за счет буквы Вау без огласовки. Это маттаби'и. На Алиф не обращаем внимания. Получается, ва, ау, фу, би, а, ди. Далее стоит буква Ба с касрой, би. Далее стоит буква Айн, гартанная с фатхой. Фатху произносим как гартанный звук А. То есть, би, а, би, а. Далее стоит буква Ха, она мягкая на уидах, произносится с сукуном. Би, а, би, а. Далее стоит буква Даль с касрой. Теперь здесь касру, так как я в первом случае, где Мадмунфасыль был, тянул шесть раз, здесь тоже протянул я шесть раз. Здесь тоже Мадмунфасыль. И я прочитал Би, а, ди, уфи. И еще раз хочу сказать, что если вы в первом случае протянули два раза Мадмунфасыль, тогда и тут надо два раза протянуть, и тут. А если шесть раз протянули, будьте добры, и тут надо шесть раз протянуть, и тут. Би, а, ди, уфи. Это в том случае, если вы протянули шесть раз. А если вы протянули два раза, надо читать Би, а, ди, уфи. Вот так будет. Далее стоит буква Алиф с Хамзой и Даммой. Даммунфасыль произносим как мягкий язык У. Даммунфасыль тянем два раза за счет буквы Вау без огласовки. Таматта, би, и получается У. Далее стоит буква Фа с касрой. Касру не тянем и идем дальше. То есть Уфи, би, а, ди, кум. Далее стоит буква Ба с касрой, би, далее стоит буква Айн гартанная с фатхой. Здесь фатху произносим как гартанный звук А. То есть Би, а, Би, а. Далее стоит буква Ха, она мягкая на выдохе произносится с суконом. Получается Би, а, Би, а. Далее стоит буква Дал с касрой, Би, а, ди. Далее стоит буква Каф, она мягкая с даммой, Би, а, ди, кум. Далее стоит буква мим с укуном. Наличие с укуна над буквой мим говорит о том, что букву мим надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это буква вау. Это правило из Гаршафауя. Получается би-а-ди-кум-ва-и-я-я. Далее стоит буква вау с фатхой. Ва. Далее стоит буква алиф с хамзой и касрой. Касру произносим как махкий язык и. Далее стоит буква я. Она удваивается. Фатху тянем два раза за счет подсказки прямой палочки. Это матоби-и. Далее стоит буква я с фатхой. Фатху не тянем и идем дальше. Далее стоит буква фа с фатхой. Теперь при переходе минуем олив. Олив не надо читать. Сверху подсказка есть. Буква ра. Она произносится твердо. Так как буква ра стоит с укуном передней фатха. Получается фар. Далее стоит буква ха. Она мягкая. На выдохе произносится с фатхой. Фар. Далее стоит буква ба с дамой. И в случае остановки в конце аята. Даму мы имеем право тянуть четыре раза. Будет мад'арид. То есть фар-ха-бун. При остановке касра исчезает. Появляется сукун. Но если вы решили не останавливаться в конце аята. Тогда вы даму тянете только два раза. За счет буква без огласов. Будет мад'аби. Тут буква нун с касрой произносите. Касру не тянете. И идете дальше. То есть фар-ха-бу-ни-ва-а-мину. И так далее. Но лучше останавливаться. Теперь сорок первый аят. Здесь вперед забегая. Хочу сказать, что здесь есть остановка. Я здесь остановлюсь. А потом уже продолжу. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Аят начинается на букву Вау с Фатхой. Фатху не тянем и идем дальше. Здесь Хамза и Фатха по идее должны быть над алифом. Но их сместили чуть вперед, правее. Чтобы подсказать, что Фатху надо тянуть. Два раза. Здесь Фатху тянем два раза. За счет алифа без огласов. Это матоби. И получается. Далее стоит буква Мим с Касрой. Далее стоит буква Нун с Дамой. Да мы тянем два раза за счет буквы Вау без огласов. Это матоби. На алиф не обращаем внимания. Получается. Далее стоит буква Ба с Касрой. Далее стоит буква Мим с Фатхой. Здесь над алифом стоит волнистый знак. Волнистый знак говорит о том, что Фатху надо тянуть дольше обычного. Обычно если мы тянем два раза, тут желательно тянуть шесть раз и читать Бима Анзальту. Так как слово Бима заканчивается на алиф без огласовки, а слово Анзальту начинается на алиф с Хамзой. Это матоби. Поэтому если у вас дыхания хватает, еще раз хочу сказать, Фатху, которая над буквой Мим, желательно тянуть шесть раз. Но если у вас дыхания не хватает, вы имеете право Фатху тянуть только два раза и прочитать следующим образом. Бима Анзальту. Итак, так правильно. Решать вам. Теперь дали след буква Алиф с Хамзой и Фатхой. Фатху произносим как мягкий язык А. Дали след буква Нун. Отсутствие Суккуна. По идее здесь уже мы Суккун, но Суккун убрали. Отсутствие Суккуна говорит о том, что букву Нун не надо читать четко. То есть здесь не может быть Анзальту. Смотрим на следующую букву. Это буква ЗА. Это правило ИХФА. Это говорит о том, что букву Нун надо произносить скрыто, удерживая через нос. То есть вот так. Анзальту. Далее след буква ЗА с Фатхой. АнзА. Далее след буква Лям с Суккуном. Букву Лям надо произносить мягко. И когда произносим букву Лям с Суккуном, язык тут же не надо убирать, чтобы не было Анзальту. Не ЗАЛЛЯ. Вот такого призвука здесь не должно быть. Надо читать Анзальту. Здесь букву ТА с ДАМАЙ. ДАМУ НЕТЯ НЕМ. Идем дальше. Анзальту Мусадди. Далее след буква МИМ с ДАММАЙ. Далее след буква САДДА. Она твердая с Фатхой. Фатха приобретает оттенок О. То есть МУСА. Далее след буква ДАЛЬ. Она удваивается с КАСРА. И получается МУСАДДИ. Далее след буква КАФ с ТАНВИНом Фатха. То есть МУСАДДИКОН. Но края ТАНВИНа неровные. Это говорит о том, что МУСАДДИКОН никак не может быть. Смотрим на следующую букву. Это буква ЛАМ. Это правило из ИДГАМ без ГУН. Это говорит о том, что звук Н превращается в буква ЛАМ. Поэтому буква ЛАМ удваивается. То есть МУСАДДИКОЛЛИМА. МУСАДДИКОЛЛИМА. Здесь после удвоенной буквы ЛАМ. Саид буква МИМ с Фатхой. Фатху тянем два раза за счет АЛИФа без огласовок. Это МАТТОБИИ. И получается МУСАДДИКОЛЛИМА. Далее след буква МИМ с Фатхой. МА. Далее след буква АЙН гартанная с Фатхой. Фатху произносим как гартанный звук А. Получается МАА. Далее след буква КАФАНАМ ЯХЕС ДАММАЙ. МААКУ. Далее след буква МИМ с СУКУНОМ. Наличие СУКУНОМ над буквой МИМ говорит о том, что букву МИМ надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это правило из ГАРШФАВУЕ. Получается МААКУМ ВАЛА. Далее след буква ВАУ с Фатхой. ВА. Далее след буква ЛАМ с Фатхой. Фатха приобретает оттенок Я. Фатху тянем два раза за счет АЛИФа без огласовок. Это МАТТОБИИ. Получается ВАЛА. ВАЛА. Далее след буква ТА с Фатхой. ТА. Далее след буква КАФ мягкая с ДАММАЙ. ДАМУ тянем два раза за счет буквы ВАУ без огласовок. Это МАТТОБИИ. Получается ТАКУ. Далее след буква НУН с ДАММАЙ. Здесь ДАМУ желательно тянуть 6 раз. Так как слово ТАКУ НУ заканчивается на букву ВАУ без огласовок. А слово АЛИФ начинается на букву АЛИФ с ХАМЗАЙ. Это МАДАМ МУНФАСИЛ. И опять же здесь, если в первом случае вы, вот где БИМА АНГЗАЛТУ, вот здесь. Если в первом случае МАДМУНФАСИЛ, здесь, например, Фатху вы протянули 6 раз, тут ДАМУ тоже надо тянуть 6 раз. Если вы здесь протянули Фатху 2 раза, тут ДАМУ надо протянуть 2 раза. Поэтому исходите здесь, исходите из того, как вот в первом случае вы протянули. Здесь, так как я протянул 6 раз, здесь я тоже протянул ДАМУ 6 раз и прочитал. Здесь на АЛИФ опять же не обращаем внимания. Далее след буква АЛИФ с ХАМЗАЙ и Фатхой. Фатху произносим как мягкий язык А. Далее след буква УАУ она удваивается. С Фатхой АУА. Далее след буква ЛАМ с Фатхой. Фатха приобретает оттенок Я. Фатху не тянем и идем дальше. Далее след буква КАФ она мягкая с Фатхой. Фатха приобретает легкий оттенок Я. Плюс Фатху тянем 2 раза за счет АЛИФа без голосов. Это МАТТОБИИ. Получается КАФИ. Далее след буква ФА с КАСРАЙ. Далее след буква РО. ТАНВИН КАСРА. Поэтому буква РО произносится мягко. Второй случай я хочу сказать здесь. по идее КАФИ РИН. То есть 2 КАСРАЙ стоят. Но 1 КАСРА убрали и поставили букву МИМ. Это подсказка. Так как после ТАНВИНа, когда стоит буква БА, звук Н превращается в букву МИМ. То есть Н превращается в М. И букву МИМ надо читать скрыто, удерживая через нос. Поэтому здесь 1 КАСРА убрали, 1 КАСРА оставили и букву МИМ написали. Это означает, что КАФИ РИМ БИ. Вот так надо читать. КАФИ РИМ БИ. Здесь буква БА с КАСРАЙ БИ. И в случае остановки КАСРА здесь исчезает. И получается БИ. БИ. Но если вы решили здесь не останавливаться, а вы имеете право не останавливаться, тогда вы КАСРУ тянете только 2 раза. За счет вот подсказки, вот этого значка. Это будет МАТТОБИИ. И надо читать КАФИ РИМ БИХИ. ВАЛА. И так далее. Но лучше останавливаться. Далее следует буква ВАУ с ФАТХАЙ. ВА. Далее следует буква ЛАМ с ФАТХАЙ. ФАТХА приобретает оттенок Я. Плюс ФАТХУ тянем 2 раза. За счет АЛИФа без огласовки. Это МАТТОБИИ. Получается ВАЛА. Далее следует буква ТА с ФАТХАЙ. ТА. Далее следует буква ШИН с СУКУНАМ. ТАШ. Далее следует буква ТА с ФАТХАЙ. ТАШТА. Далее следует буква РА с ДАММАЙ. Буква РА произносим твердо. ДАМУ тянем 2 раза. За счет буквы ВАУ без огласовки. Это МАТТОБИИ. На АЛИФ не обращаем внимания. Получается ВАЛА ТАШТАРУ. Далее следует буква БА с КАСРАЙ. БИ. Далее следует ХАМЗА и ФАТХА. ФАТХУ тянем 2 раза. За счет АЛИФа без огласовки. Это МАТТОБИИ. Получается БИА. Далее следует буква Я с ФАТХАЙ. ФАТХУ тянем 2 раза. За счет подсказки прямой палочки. Это МАТТОБИИ. Получается БИАЯ. Далее следует буква ТА с КАСРАЙ. КАСРУ тянем 2 раза. За счет буквы Я без огласовки. Это тоже МАТТОБИИ. То есть в одном слове 3 МАТТОБИИ. Получается БИАЯТИ. Далее следует буква ТА. Межзубная. ее надо правильно произносить с фатхой. Далее стоит буква МИМ с фатхой. Далее стоит буква НУН с ТАНВИНом фатхой. То есть, САМАННАН. Но края ТАНВИНа неровные. Это говорит о том, что ТАНВИН не надо произносить четко. То есть, здесь не может быть САМАННАН. Смотрим на следующую букву. Это буква КОФ. Следующая буква – это не буква АЛИФ. АЛИФ не берется в расчет, потому что АЛИФ не произносится. Соответственно, следующая буква – это буква КОФ. Это правило ИХФА. Это говорит о том, что Танвин надо произносить скрыто, удерживая через нос. То есть вот так. Далее стоит буква Каф. Она твердая с Фатхой, и Фатха приобретает оттенок О. То есть Ка. Далее стоит буква Лам с Касрой. Касру тянем два раза за счет буквы Я. Без огласовки, тамат таби'и. Получается Кали. Далее стоит буква Лам с Танвином Фатха. То есть Кали-Лан. Опять же, края Танвина неровные, поэтому это не может быть Кали-Лан. То есть Танвине надо произносить четко. Смотрим на следующую букву, это буква Вау. Это правило Идгам с Гунной. То есть звук Н в Танвине превращается в букву Вау, и букву Вау надо читать, произносить, удерживая. То есть вот так. Кали-Ла-Уа. Здесь Фатха приобретает оттенок Я. То есть Кали-Ла-Уа. Не надо читать Кали-Ла-Уа. Это ошибка. Кали-Ла-Уа. Вот так читаем. Здесь буква Вау с Фатха и Фатху не тянем и идем дальше. То есть Кали-Ла-Уа-И-Я-Я. Теперь здесь. Далее сеть буква Алиф с Хамзой и Касрой. Касру произносим как мягкий язык И. Далее сеть буква Я она удваивается. Фатху тянем два раза за счет подсказки прямой палочки. Это Мат-Тоби-И. Получается И-Я. И-Я. Далее сеть буква Я с Фатхой. Фатху не тянем и идем дальше. И-Я-Я. И-Я-Я. Фат-Та-Ку-Н. Здесь буква Фа с Фатхой. Теперь при переходе минуем Алиф. Алиф не надо читать сверху подсказка. Есть буква Та удваивается. Фат-Та. Фат-Та. Далее сеть буква Каф она твердая с Даммой. И в случае остановки в конце аята Дамму мы имеем право тянуть четыре раза. Будет Мат-Арин. То есть Фат-Та-Ку-Н. Но если вы решили не останавливаться в конце аята, тогда вы Дамму тянете только два раза. За счет буква И-Я без огласовок будет Мат-Та-Би-И. Тут Бу-Ку-Н с Ка-Срой произносите. Ка-Сру не тянете и идете дальше. То есть Фат-Та-Ку-Ни. Ва-Ла Тал-Бисул. И так далее. Но лучше останавливаться. И теперь 42-й аят. Он же последний на сегодня. Ва-Ла Тал-Бисул Хак-Ка-Би-И. И-Л-Ба-Та-Ти-Ли. Ва-Та-К-ТО-МУ-Л-Хак-Ка. Ва-АН-ТУМ ТААЛ-МУ-Н. Аят начинается на буква Ва с Фат-Хи. Ва. Далее стоит буква лям с фатхой. Фатха приобретает оттенок Я. Плюс фатху тянем два раза за счет олива без огласовки. Это маттаби'и. И получается Ва-Ла. Далее стоит буква Та с фатхой. Та. Далее стоит буква лям с суконом. Тал. Когда буква лям с суконом произносим, язык тут же не надо убирать, чтобы не было Тал-Бису. Не Тал-Ла, а надо Тал. Тал-Бисул. Теперь буква Ба с касрой. Ва-Ла-Тал-Би. Далее стоит буква Син с дамой. Теперь если бы мы не перешли к следующему слову, даму надо было бы стянуть два раза за счет буквы Ва без огласовки и было бы маттаби'и. То есть Ва-Ла-Тал-Бисул. Но так как мы переходим к следующему слову, даму не тянем, соответственно здесь никакого матта не будет. И теперь когда букву Син с дамой произносим, букву Вау не надо читать, букву Алиф здесь не надо читать и эту букву Алиф тоже не надо произносить. И сразу же переходим к букве Лам. Получается Ва-Ла-Тал-Би-Сул-Хакко. Буква Лам. Когда букву Лам с уконом произносим, язык тут же не надо убирать, чтобы не было Ва-Ла-Тал-Би-Сул-Ла. Не Сул-Ла. Вот такого призвука не должно быть. Ва-Ла-Тал-Би-Сул-Хакко. Так как то, что мы букву Лам прочитали, это означает, что следующая буква, в данный момент буква Ха, она лунная буква. Она гортанная. Ха. Ха. Дальше буква Ков, она твердая. Фатха приобретает оттенок О. Буква Ков удваивается. Получается Ва-Ла-Тал-Би-Сул-Хакко. Дальше буква Ба с касрой Би. Теперь при переходе Минуем Алиф, Алиф не надо читать, сверху подсказка есть. То есть, буква Лам читается. Это говорит о том, что следующая буква, в данный момент буква Ба, она лунная буква. Теперь, когда буква Лам с укуном произносим, язык тут же не надо убирать, чтобы не было Бил-Ла-Ба-Тали. Не Бил-Ла, а надо читать Бил-Ба-Тали. Далее стоит буква Ба с Фатхой. Фатху тянем два раза за счет подсказки прямой палочки. Это Мат-Тоби-И. Получается Бил-Ба-Ти. Далее стоит буква Та. Она твердая с касрой. Касра приобретает оттенок И. То есть, Бил-Ба-Ти. Ти. Далее стоит буква Лам с касрой. Касру не тянем и идем дальше. То есть, Бил-Ба-Ти-Ли. Ли. Бил-Ба-Ти-Ли. Далее стоит буква Ва с Фатхой. Ва. Далее стоит буква Та мягкая с Фатхой. Та. Далее стоит буква Кафанам яхкая с Сукунам. Ва-Так. Далее стоит буква Та мягкая с Даммой. Ва-Так-Ту. Далее стоит буква Мим с Даммой. Опять же, здесь, если бы мы не перешли к следующему слову, Даму надо было бы тянуть два раза и было бы Мат-Тоби-И. То есть, вот так ту муууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу что следующая буква, в данный момент буква Х, она лунная буква. И опять же, когда букву Ламсуку нам произносим, язык тут же не надо убирать, чтобы не было Вот такого призвука здесь не должно быть. Надо читать Здесь буква Х на гортанной с Фатхой, Ков удваивается, Фатха приобретает оттенок О, Фатху не тянем и идем дальше. Фатху произносим как мягкий язык А, Далеса такая буква Нун, Здесь по идее должен быть Сукун, но Сукун убрали, Тем самым дают подсказку, что букву Нун не надо произносить четко. То есть не надо читать Смотрим на следующую букву, это будет правило Соответственно, букву Нун надо произносить скрыто, удерживая через нос. То есть вот так Далее следует буква ТА с даммой. Далее следует буква МИМ с суконом. Наличие сукона над буквой МИМ говорит о том, что букву МИМ надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это буква ТА. Это правило изгаршавауя. Получается, надо читать следующим образом. Далее следует буква ТА с фатхой. ТА. Далее следует буква Айин, гортанная суконом. Получается ТА. Далее следует буква ЛАМ с фатхой. Фатха приобретает оттенок Я, то есть ТА. Далее следует буква МИМ с даммой. И в случае остановки в конце аята, дамму мы имеем право тянуть четыре раза. Будет МАДАРИЛ. Тут буква НУН. При остановке фатха исчезает у буквы НУН и появляется сукон. Получается ТА. ЛАМУН. Но если вы решили не останавливаться в конце аята, тогда вы дамму тянете только два раза за счет буквы ВАВ без огласок БУДИН МАТТОБИИ. Тут букву НУН с фатхой произносите. Фатху не тянете и идете дальше. То есть ТА. ЛАМУНА ВА АКИМУ С СОЛАТА. И так далее. Но лучше останавливаться. Надеюсь, что с правилами здесь все было понятно. Теперь, как я уже заранее анонсировал, каждый из этих аятов по три раза прочитаю, потом еще раз прочитаю. иншаллах. БИСМИЛЛАХИ РОХМАНИ РРОХИМ Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok